Итоги недели Что важно знать в подробностях И к чему необходим компетентный комментарий Как всегда в начале выпуска Коротко о главных темах сегодняшней программы Подарки к празднику В Брестской областной клинической больнице Открыли после реконструкции кабинет Ударно-волновой литотрепсии Оснащенный новым литотрептором Участие в церемонии открытия Принял губернатор Брещины Анатолий Лиз Разговор по сути на актуальные темы Руководитель области провел пресс-конференцию Для представителей средств массовой информации Четвертый этап строительства Брестской набережной Основной акцент на современность, комфорт И на создание новых фишек Которые должны стать не только успешным Творческим экспериментом В эфире программа Итоги недели Мы начинаем Сегодня исполняется 103 года событию Которое перевернуло жизнь многих народов В ночь с 7 на 8 ноября в далеком 1917 году В Петрограде произошло крупнейшее восстание Которое впоследствии приобрело название Великая Октябрьская революция Несмотря на разное отношение современников К этому факту В истории он остался навсегда И этого не отнять Перед праздниками в Беларуси Уже стала традиция открывать новые Социально значимые объекты На Брещене сегодня открыли Детский дом семейного типа В Малорицком районе А накануне в Брестской областной клинической больнице Открыли после реконструкции Кабинет ударно-волновой литотрепсии Оснащенный новым литотрептором Подробности далее Вот эти причудливые каменные фигурки Негеологические находки Это то, что каждый день извлекают из своих пациентов Врачи-урологи Брестской областной клинической больницы Разные по размеру и по форме Такие безобидные новиты Не доставляют человеку неимоверные страдания Находясь в почках и мочеточниках К сожалению, мочекаменной болезнью страдают пациенты трудоспособного возраста 80% всех пациентов Это люди от 20 до 55 лет То есть самые трудоспособные наши люди Ну, в общем-то, проблема эта серьезная Чем крупнее камень, тем больше возникают проблемы от его избавления И любой камень всегда вызывает какое-то хроническое воспаление почки Любое воспаление почки ведет к потепенному ухудшению функции И только в Бресте за помощью к специалистам Обращается ежегодно порядка 1600 человек с мочекаменной болезнью До 47% этой категории пациентов Проводится лечение методом дистанционно-ударно-волновой литотрепсии В Брестской областной клинической больнице с 2006 года Работал литоскоп с рентгеновским наведением Но время прошло, ресурс его выработан В 2020-м Министерством здравоохранения был закуплен новый литотрептор Его стоимость 450 на 1300 евро Новый аппарат предполагает значительное усовершенствование В отличие от старого Потому что основным отличием заключается в том Что здесь будет существовать не только рентгеновское наведение Но и ультразвуковое наведение Ну, как мы все знаем, примерно 30% камней Они не контрастны для рентгеновских лучей Поэтому было сложно вот этой части пациентов У кого такие были камни Для того, чтобы их подробить Вот этот аппарат исключает ту часть пациентов Которая не будет оказана помощь Аппарат этот новый усовершенствован И процесс избавления от камней должен решаться за одну-две процедуры В отличие от старого, который для того, чтобы удалить камень Было необходимо гораздо большее количество процедур Учитывая значимость вопросов В текущем году за счет облбюджета В рамках инвест-программы Была также произведена реконструкция помещений Под установку нового литотрептора На открытии руководитель области Анатолий Лис подчеркнул Что в период борьбы с коронавирусом О других заболеваниях забывать не следует Было принято такое решение Значит, здесь, вот нами, с руководством В больнице И поддержал у нас Министерство здравоохранения О том, чтобы приобрести новый аппарат Совет на нового поколения С более широкими возможностями За счет областного бюджета Мы включили этот объект Потому что необходимо было подготовить Абсолютно новое помещение для него То старое уже не соответствовало Приобрели современный аппарат Стоимостью более 450 тысяч евро И таких аппаратов у нас в республике Пока несколько 4, да Это тоже очень приятно 370 тысяч рублей было направлено Из бюджета Для того, чтобы сделать сам кабинет Обустроить его И вот я считаю, что получился Такой хороший у нас объект Современный кабинет, где пациенту проводится процедура Полностью интегрированная рабочая станция Управление дистанционное Вмешательство Малоинвазивное Контакт с пациентом Минимизирован Этот метод лечения без операции И каких-либо разрезов или проколов Ударная волна проникает в тело человека Не повреждая его структуры Осталкиваясь С мочевым камнем Приводит к его разрушению Процедура весьма востребованная Учитывая тот факт Что количество пациентов С каждым годом растет Аппарат будет востребован постоянно Если говорить про Беларусь То у нас примерно До 285 человек На 100 тысяч населения Страдает такой болезнью И каждый год мы пополняемся И пополняем это количество Вот что касается обрезка области То ежегодный рост Примерно на 109% Идет пациентов с мочекаменной болезнью Наши пациенты избавляются от камней Малоинвазивными методиками В том числе благодаря Использованию дистанционной литотрепсии И эндоскопических методов удаления камней А это касается лазерного дробления И контактного дробления камней Главе региона Анатолию Лису Показали все три новых кабинета Это операционное, ординаторское, помещение Для подготовки пациентов к процедуре А также провели по отделению Таракальной хирургии Кстати, ремонт был произведен За счет средств больницы И силами строительной бригады больницы Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Андрей Щерба, Александр Макаревич Для программы «Итоги недели» Пресс-конференцию для представителей средств массовой информации Сразу же после открытия реконструированного кабинета Ударно-волновой литотрепсии Провел председатель Брестского областного исполнительного комитета Нахождение в учреждении здравоохранения Конечно, спрогнозировала и первый вопрос пресс-конференции Тема коронавируса Тема пандемии Вторая волна, которая постепенно накрывает и Беларусь И другие страны Какой будет она? Вопрос риторический Ответа на которые не знает никто Но то, что вирус не отступает, остается фактом Брещина, по словам Анатолия Алиса С медицинской точки зрения к встрече готова Готовы медицинские учреждения Основные локации находятся в Бресте, Барановичах и Пинске Нововсеоружие и районные больницы Мы можем для этих целей отвести более 6 тысяч коек Это то, что касается пациентов В прошлом году на пике мы были готовы к тому Чтобы ежевременно находилось 4200 пациентов в области Но мы их не задействовали У нас максимально было 3,5 тысячи пациентов Которым необходимо было в стационарах оказывать помощь Поэтому, естественно, что все это мы не убирали Мы понимали, что не исключено, что нам придется И мы эти стационары оставили Мы в первую очередь сейчас ставим вопрос О том, чтобы обеспечить всем необходимым врачам Медицинских сестер и обслуживающих персонал Поэтому то, что касается масок, респираторов, защитных костюмов Значит, очки и так далее Значит, медицинских изделий Экспресс-тесты Значит, на ПЦР созданы лаборатории Достаточно в количестве Если раз, что у нас только две было То есть, сегодня уже пять Да, значит, которые могут тоже То есть, процесс уже отлажен Все необходимое для лечения людей в наличии Отработан алгоритм определенных действий Но многое зависит и от людей Человеческий фактор играет также немаловажную роль В борьбе с распространением инфекции Расслабляться не стоит Меры предосторожности и профилактики Выполнять необходимо Что касается в целом здравоохранения Оно остается одним из приоритетных Почти 560 миллионов рублей Направлено за 9 месяцев в медицинскую отрасль На текущий год на приобретение Медицинского оборудования Предусмотрено более 10 миллионов рублей Уже приобретено 9 автомобилей Скорой медицинской помощи 9 УЗИ-аппаратов 7 аппаратов искусственной вентиляции легких 15 стоматологических установок 2 наркозно-дыхательных аппарата Ну и другое оборудование В организации здравоохранения области Вы знаете, также реализуется указ Президента 131-й по ковиду И нам на этот год дополнительно Придется изыскать более 50 миллионов рублей На заработную плату тем, кто работает с ковидными больными На сегодняшний день изысканно уже около 30 миллионов И вот вчера президентам было озвучено, что еще нам разрешат использовать около 30 миллионов из бюджета на эти цели На строительство объектов здравоохранения в Брестской области направлено 19 миллионов рублей В Бресте активно строится медицинский комплекс В Заречном районе перерастает и пристройка лечебного корпуса Брестка детской областной больницы Из крупных объектов Это у нас основные сегодня в медицине два объекта больших Это строительство поликлиники большой в городе Бресте в юго-западном районе Стоимость более 50 миллионов рублей Уже в этом году мы освоили где-то около 16 миллионов рублей Дополнительно просим еще вот 3 миллиона, я думаю около 20 миллионов где-то мы освоим Мы планируем, что в основном все строительно-монтажные работы и основное оборудование мы должны завершить в следующем году Второй объект, который нам надо будет завершить, мы его начали в этом году Это пристройка к хирургический корпус, к детской областной больнице Тоже стоимость его немалая, в целом смертная стоимость 37 миллионов рублей Но там пришлось расчистить площадку и мы уже начали строительство его Первый этаж практически будет завершен и корпус, там 4 этажа будет завершено В принципе мы коробку саму завершим к концу этого года Но там серьезное оборудование, которое необходимо и оно дорогостоящее довольно Значит более 20 миллионов рублей там только на оборудование надо Поэтому это вот второй такой серьезный медицинский объект, который нам необходимо будет сделать в следующем году Удар в период пандемии обрушился и на мировую экономику пострадала Беларусь Закрылись границы, легла логистика, в разы уменьшилось количество туристов, ощутимый удар по бюджету Я вам приведу пример, что в прошлом году у нас за 8 месяцев где-то около 30 тысяч по упрощенному визу без визу, который у нас существовал в пяти регионах, посетила Брестскую область А в этом году всего 3,5 тысяч за это время То есть поток туристов тоже значительно упал Но, подчеркнул Анатолий Лис, не просел основной сектор экономики Оценка проводится по показателям внутреннего волового продукта В Брестской области он составил чуть больше 98% к уровню прошлого года То есть 1,9% в целом мы просели по экономике Но то, что касается работы промышленных предприятий, мы пока держимся на уровне прошлого года А вообще, значит, мы планируем, что ЕФО, значит, и по итогу года, оно должно, значит, быть на уровне прошлого года То есть по промышленности Мы не должны посесть за счет и новых предприятий, и старых, которые работают То, что касается сельского хозяйства У нас, к сожалению, хоть год и сложный был, но это одна из основных отраслей экономики Мы также работаем успешно Собрали зерна, значит, в целом на сегодняшний день уже мы собрали 1,440,000 долларов Это с кукурузой Губернатор, заканчивая экономический блок вопросов, резюмировал В целом, если говорить, то мы сильно не просели Но та ситуация, которая складывается на внешних рынках И нам приходится переориентироваться с рынков, значит, и Российской Федерации Искать дальше рынки Вот мы практически в три раза увеличили поставки своей продукции в Китайскую Народную Республику Это и сухая сыворотка, которую мы производим здесь И птицеводство продукцию, дружба активно поставляет Поэтому, ну, вот так работаем в целом Думаю, что погоду мы также должны сработать И закончил пресс-конференцию губернатор региона на оптимистичной ноте Мы уже привыкли к таким более комфортным условиям Жизнь, работа, так размеренной, спокойной Ну, видите, к сожалению, так не получается Все-таки цикл этот есть Есть черная полоса, есть белая, да Поэтому еще не знаем, в какой мы сегодня полосе, да Это нам кажется, что мы в черной, да Ну, будем надеяться, да Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич Для программы «Итоги недели» Работы по продлению набережной продолжаются Благоустройство и реконструкция этого популярного места От улицы Ленина до границ речного порта завершилась Сегодня проходила очередная встреча председателя Брестского горсполкома Александра Рогачука с проектировщиками, разработчиками и подрядчиками Где подводили итоги проделанной работы и обозначали планы на будущее В скором времени набережная завяжется с другими площадками Что позволит создать единый зеленый коридор Сейчас в центре внимания архитекторов и проектировщиков участок, где располагается ТЭЦ Какие идеи получит зеленый свет? И когда мы увидим новый и завершенный облик набережной? В следующем материале программы На протяжении трех лет активно ведутся работы по благоустройству и реконструкции Одного из самых популярных мест областного центра Набережная Франциска Скрыны за этот период стала местной достопримечательностью Этому поспособствовало не только удобное местонахождение Но и то, что классические подходы к оформлению территории отошли на второй план Сейчас основной акцент сделан на современность, комфорта Главное на создание новых фишек этого места Которые станут не только успешным творческим экспериментом, но и добавят шарма городу Сегодня пришло время поделиться видением этапов развития Сегодня политика, городская политика, городостроительная Направлена на увеличение общественных пространств И наряду с нашей советской Мы сегодня делаем общественное пространство набережную Планируем и пешеходную, пушкинскую То есть, а если еще говорить о потенциале города, да, о водно-зеленом диаметре То река Муховец имеет огромный потенциал стать в перспективе Вся эта пойма большим городским парком Представляете, городской парк от крепости до Красного двора И с двух сторон, значит, с севера и с юга, с юго-западных жилых районов С юго-восточного, с центра, с Киевки, с Востока Люди могут ходить в большой, огромный парк Который связан с велодорожками, прогулочными маршрутами, экотропами Это все вот наш зеленый диаметр Это первые шаги, которые на пути к этой большой цели Сейчас архитекторы и проектировщики перешли к четвертому этапу проектирования строительства набережной Он позволит продлить ее от городского сада к шлюзам с выходом к музею паровозов Завершающий этап – выход к Брестской крепости Все это в планах, а пока главная тема – наполнение этого общественного пространства Здесь будет помимо такого проекта, технического проекта Будет еще дана оценка возможности использования концепции набережной То есть где что будет, где что можно разместить Кому потом с аукциона продать, сформировать участки для развития То есть там будет и, скажем так, фуд-зона, если назвать ее по-модному Зона отдыха для детских развлечений С учетом того, что в следующем году начинается реконструкция подстанции электрической То вот с ними два проекта обязываем, чтобы как-то аккуратно пройти И все-таки той цели достичь, которую еще три года назад Александр Степанович нам поставил Дойти до Брестской крепости Начиная с 2017 года благоустроили более двух километров набережной Это при учете реконструкции нового строительства на территории На реализацию ушло около 6 миллионов белорусских рублей Главная задача, которую ставят перед собой проектировщики – сделать набережной уникальной Не похожей на проекты других городов И пока у них это получается Одобрено его дуалистическое направление, то есть в сторону крепости и в сторону музея паровоза И, естественно, вот эти новые инновации, качели для взрослых Какие-то другие моменты, тоже очень интересно Самое важное, чтобы она не была похожа на набережную других городов Чтобы она, Брестская набережная, чтобы это тоже было очень так, ну, звучало как хороший нормальный бренд На данный момент свои обязательства, городской бюджет перед проектировщиками, перед этим все выполнил Работы прекращаться не будут И, может быть, не так активно, но будут идти на протяжении следующего года Задача в 2022 году завершить основные работы и выйти в крепости музея паровоза Каждый участок набережной будет отличаться чем-то своим И при этом удивительным образом дополнять сложившуюся архитектуру В скором времени городские власти планируют приступить и к строительству нового ЗАГСа Что касается локации ЗАГСа, вопрос уже решенный В настоящий момент те проекты архитектурных ЗАГСа, которые мы имеем Пока не в полной мере удовлетворяют требованиям градостроительного совета Руководства города Активно работаем с минскими архитекторами, не буду скрывать И, в принципе, он должен органично вписаться в саму набережную Украсив вот этот замечательный кластер, городской сад, набережная ЗАГС Поэтому от этой темы мы ни в коем случае не отказываемся Следующий год – это год реального проектирования Уже сейчас делано немало, а люди, которые помнят Брест во времена 70-х, 80-х годов С улыбкой рассказывают, как удивительно преобразилось это место Я считаю, на данный момент, пока нормально у нас получилось Я как в 78-м году, помню, приехал в Брест И, как помню, первый раз молодой студент вышел на набережную То мы тогда дошли, камни такие, булыги лежали, все страшно И сейчас, помню, это небо и земля Так что, что не делается, все к лучшему Я считаю, что у нас на данный момент набережная получается А с каждым днем, на еще лучше, вот сейчас много мнений Вот сейчас наши архитекторы молодые, они много идей подкидывают И совместно сделаем Так что наше будущее – это набережная Все будут отдыхать на набережной В скором будущем Брест получит гармоничную полноценную зону отдыха Где люди разного статуса и разного возраста смогут с удовольствием провести время Какие бы задачи ни стояли перед руководством нашего города Его благоустройство и озеленение – одна из первостепенных стратегий развития Которая стоит на повестке дня круглый год Сюда традиционно входят дорожно-строительные работы Уборка и облагораживание общественных и придомовых территорий Стрижка и посадка деревьев и кустарников Мы не раз освещали различные мероприятия Которые проводятся в рамках месячника по благоустройству города Который в этом году проходит с 12 октября по 12 ноября На этот раз объектом нашего внимания стал субботник работников администрации Московского района города Бреста Сотрудник жилищно-коммунального хозяйства Ирина Мхитарян Проживает на улице Луцкой и потому не смогла остаться в стороне Когда узнала о предстоящем субботнике На ее глазах растет и с каждым годом становится Все более благоустроенным родной микрорайон Не на словах, а в реальности Все делается для того, чтобы людям было удобно и комфортно Сама я проживаю в этом районе, на Ковалево-Налуцкой И вообще я в восторге от нашего района Потому что он так благоустраивается Здесь красивый грибной канал, где можно пройтись, погулять, воздухом подышать Сейчас вот делается вот этот хороший, прекрасный сквер Который тоже будет для людей, для отдыха Строятся контейнерные площадки углубленные Которые, мне кажется, намного удобнее, чем, например, наземные Там и мусор скидывают и все Ну, вообще, я считаю, что город у нас очень красивый становится Работа по наведению порядка и озеленению нашего города не прекращается круглый год Специалисты коммунальных служб, организации различных форм собственности И, конечно, сами горожане активно принимают участие в месячнике по благоустройству Бреста Чтобы привести город в надлежащее состояние к зимнему периоду Проводится уборка листьев и мусора, покос травы, посадка кустарников и деревьев Облагораживание городских парков и скверов Не остаются в стороне и работники администрации Московского района города Бреста Это по их инициативе сегодня организован большой субботник в микрорайоне Ковалева Благоустройство данного сквера в створе улиц Октябрьской революции Волгоградская Начато два года назад Мы высаживали здесь зеленые насаждения Сейчас приступаем к планировке и благоустройству территории Путем укладки мелкоштучной плитки Для того, чтобы эта зона отдыха, сквер, как мы называем Люди имели возможность уже здесь полноценно отдыхать, ходить и, скажем, наслаждаться Еще два года назад здесь был пустырь А сейчас растут молодые саженцы деревьев и кустарников Место многолюдное и давно нуждалось в облагораживании Рядом грибной канал, рынок и церковь Жители микрорайона обратились в администрацию Московского района с просьбой разбить сквер на этом месте Благоустройство зоны отдыха было решено провести в несколько этапов Вот этот сквер взяли, ну как шефство, можно сказать, Московская администрация взяла шефство над этим сквером По просьбе жителей ближайших домов, чтобы превратить эту площадочку в такую хорошую зону отдыха для гаража Первым этапом у нас была высадка зеленых насаждений Здесь их порядка 400 было высадено деревьев и кустарников Что-то прижилось, что-то нет, еще будем подсаживать в течение года Вторым этапом это было уже благоустройство плитки тротуарной, дорожки обрисовались Помогли нам в этом две компании, КМК Инвест и Алдеград А следующим этапом будет, когда завершим работы по основному благоустройству Это уже будет установка малых архитектурных форм Лавочки, скамеечки, какие-то, может быть, скульптурные композиции На данный момент силами сотрудников администрации Московского района Коммунальных служб и сферы образования и социальной защиты Проводятся работы по планировке территории и выравниванию контроплощадки для отдыха Несколько тонн чернозема были привезены сюда для этих целей И более 50 человек вышли сегодня на субботник, чтобы осуществить задуманное Сегодня администрация практически в полном составе вышла на субботник Сегодня замечательная погода и у всех очень хорошее настроение Массово очень сегодня у нас представлен отдел соцзащиты, практически стопроцентно Очень много сотрудников сферы образования Погода способствует тому, чтобы мы все сегодня хорошо потрудились Ежегодно мы выходим на такие субботники У всех хорошее настроение И я думаю, что вот это благоустройство, которое мы сегодня хоть немножечко, скажем так, сделаем На вот этом кусочке земли, я думаю, будет радовать наше население, наших граждан Город значительно похорошел после масштабных работ по подготовке к зимнему периоду Приведены в порядок набережные скверы и парки, скошена сухая трава, обрезаны ветви деревьев и кустарников Впереди последняя финальная неделя месячника по благоустройству, в рамках которой пройдут завершающие работы Каждодневный труд организации собственников, это каждодневный труд людей на своих придомовых территориях, предприятий, организаций Каждый стремится сделать свою территорию краше И этот месячек он просто подстегивает и немножечко усиляет в этом направлении работу По московскому району было высажено, ну, наверное, в этом году, правильнее будет сказать, более двух тысяч зеленых насаждений Это силами всех, это и организации собственников на своих придомовых территориях, и на городских территориях силами коммунальной службы Коммунальные службы Бреста предлагают максимальное усилие, чтобы в нашем городе с каждым годом становилось чище, красивее и уютнее Невозможно не заметить, как он меняется к лучшему Приятно также отметить, что горожане не остаются равнодушными и все чаще проявляют инициативу по наведению порядка и благоустройству родного города Создание безопасных условий труда, исключающих травматизм и профессиональное заболевание Задача номер один для руководителей предприятий, которые ценят своих сотрудников и стремятся к усовершенствованию системы охраны труда И пока одни серьезно подходят к этому вопросу, у других управленцев компаний города над Бугом произошли несчастные случаи со смертельным или тяжелым исходом Именно такие случаи разбирали участники заседания Брестской городской комиссии по охране труда во главе с первым заместителем председателя Брестского горосполкома Вадимом Кравчуком Подробнее о том, какое сегодня внимание уделяется вопросам охраны труда брестскими управленцами и как обстоят дела с производственным травматизмом в областном центре, а также как налажена работа во время непростой эпидемической ситуации, далее Вопросы волнующих участников заседания Брестской городской комиссии по охране труда несколько Анализ итогов работы мобильных групп, составление плана мероприятий по профилактике несчастных случаев на производстве, контроль соблюдения законодательства об охране труда и главное – детальный разбор несчастных случаев, произошедших в областном центре В текущем году произошло 22 несчастных случая, в том числе 5 со смертельным исходом Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то снижение у нас произошло на 40% по несчастным случаям К сожалению, несчастные случаи произошли в таких отраслях, как строительная отрасль, промышленность и транспорт В городе Бресте активно работает мобильная группа, в текущем году мы произвели 53 выезда, проверили 118 субъектов хозяйствования, выявлено более 2200 нарушений именно трудовой и безопасной дисциплины Такая статистика дает повод задуматься в первую очередь над тем, что стало причиной такого печального исхода Каждый случай требует индивидуального рассмотрения дела А чтобы их было как можно меньше, специалисты Брестской городской комиссии по охране труда работают на предупреждение Своевременное выявление проблем – один из эффективных рычагов предотвращения беды Одна из форм 510 указа – это проведение выборочных проверок Они осуществляются согласно критериям оценки риска То есть в основном попадают организации, где были задолженности по заработной оплате, наличие несчастных случаев и иные критерии То есть это не реже, чем раз в три года То есть если они уже попали по критериям, возможность проведения проверки, выборочной попасть, ну и есть вероятность То есть если со стороны профилактической, то есть оказание помощи, то есть выезд мобильных групп по городу Бресту в частности Можно сказать, что выезды осуществляются в два раза в неделю, то есть в вторник, в четверг Современное производство – это сложный технологический процесс, в котором должны быть четко отлажены все составные элементы Об этом не понаслышке знают специалисты одного из ведущих предприятий областного центра Брест-Газоаппарат Здесь эффективно организована безопасность жизнедеятельности и даже есть новые подходы в системе охраны труда Мы в этом году даже перешли на новую систему менеджмента охраны труда на соответствие международному стандарту 145 тысяч Поэтому это дает положительный результат На протяжении более пяти лет уже у нас недопущены несчастные случаи на производстве Что касается профессиональных заболеваний, это более 12 лет Вопросы охраны труда были и остаются важнейшими по проблематике на уровне государственного правительства И самих субъектов хозяйствования Кроме того, коронавирусная инфекция, бич нынешнего года, до сих пор является серьезной проблемой И многие предприятия тратят огромное количество ресурсов для создания безопасных условий труда Мы делаем все для того, чтобы приотвратить распространение коронавирусной инфекции Это и введение масочного режима, это и дезинфекция, это соблюдение дистанции, это и термометрия и так далее То есть все даже не перечислено на камеру Уверен, что те мероприятия, которые проводятся, они дают положительный эффект Как налицо мы имеем, конечно, случаи небольшие, но минимальные Поскольку понятно, что все-таки в городе эта инфекция есть Понятно, что люди кроме прихода на работу, они едут и в общественном транспорте Они общаются где-то в иных местах Поэтому есть вопросы, связанные с распространением этой коронавирусной инфекции Проанализировав случаи производственного травматизма, можно сделать вывод, что в нынешнем году Порядка 20% инцидентов произошли из-за падения с высоты на строительных объектах Кроме того, в непростых условиях 2020 года пандемии коронавируса Не всем предприятиям удавалось своевременно обеспечивать сотрудников средствами индивидуальной защиты Проблематика на предприятиях, она зависит в первую очередь от экономического состояния самого предприятия Если предприятие, скажем, находится на плаву, стабильно работает То и на охрану труда, на промышленную безопасность выделяется большое количество средств Поэтому вопросы, как правило, не возникают На других предприятиях, я бы не сказал, что в Брестской области, допустим, или в городе Бресте Если конкретно какая-то ситуация там сверхаховая в этом вопросе Специалисты на всех предприятиях есть, они работают Мы им оказываем помощь практическую, методическую, значит, проводим проверки Поэтому по нашему направлению особых аварий, инцидентов, которые приводят к несчастным случаям Или там к смертельным, не наблюдается Деятельность мобильных групп будет продолжена На карандаш уже взяли несколько предприятий Мы проводим проверки знаний наших непосредственных ответственных лиц Которые находятся на производствах, на предприятиях Независимо от формы собственности В текущем году мы провели такие проверки более чем у тысячи специалистов Все показали достаточно неплохие знания Поэтому, наверное, и статистика говорит о том Что вот это снижение, которое мы уже достигли 40% с прошлым годом Говорит о том, что, в принципе, уровень подготовки наших кадров Именно касается вопроса безопасности, охраны труда Достаточно на неплохом уровне Но есть еще над чем работать, действовать вперед И не допускать несчастных случаев Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич Специально для программы «Итоги недели» Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события Какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит Мы встретимся снова уже на грядущей неделе Будут новые темы и новые герои А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните Номер в Бресте 54-63-67 Далее о погоде Партнер прогноза – растительный препарат при кашле из Германии «Проспан» Для взрослых и детей с двух лет «Проспан» оказывает отхаркивающее, бронхоспазмолитическое и противовоспалительное действие Снижает вязкость мокроты и способствует ее выведению Для удобства применения две формы препарата «Проспан» – капли и сироп Не содержат красителей и сахара «Проспан» – сила природы против вашего кашля Я, Ирина Кузьмич, желаю вам хорошего завершения дня вместе с каналом БУК-ТВ Добрых вам новостей в ваших домах и будьте здоровы! Продолжение следует...